Вы, отче, как чаще всего встречаетесь с семьей зависимого? Как это обычно происходит, если какую-то общую температуру по палате измерить, кто это чаще приходит, как вы об этом узнаете, какой запрос вы слышите? Можете как-то в общих чертах описать? В общих чертах, если сказать, что первая категория людей, кто приходит, это те, кто приходит конкретно с запросом, обращаются именно как к священнику. Говорят, что вот в нашей семье вот такая проблема, в нашей семье появился зависимый или зависимый, и как нам эту проблему решили? Может, как-то посоветовать, какой-то духовный совет можете дать? И вторая категория людей, это те, кто приходят в храм, люди уже воцерковленные, которые имеют какой-то уже некий опыт жизни именно в церкви. Они об этом иногда говорят на исповеди. То есть человек приходит на исповеди, говорит, что у него такая проблема есть в семье, и вот он как-то решил поделиться этим, сказать, что ему с этой проблемой делать. Соответственно, здесь и подход получается немножко разный. Когда человек приходит невоцерковленный, он просто ищет какой-то помощи для себя. Ну, по большей части, конечно, это родственники, да, сами зависимые приходят не так часто, да, не так они часто ищут какую-то проблему, да, они, в принципе, не видят ее в себе. А вот родственники часто видят проблему, да, но проблему они видят не в себе, а видят проблему в семье или в другом человеке, да, там, в мужа, в жене, там, в сыне, в дочери. То есть я как бы разделяю вот такие две категории. А вот как раз в догонку к этому. Вот вы с родственниками зависимых говорите о том, что это семейная болезнь, о том, что начать надо обычно с себя, с своего выздоровления, там, от созависимости. И если говорите, если вы, там, когда вы об этом говорите, сразу или как-то позже, и если говорите, то какова тоже такая, в общем, реакция чаще всего на это, на вот эти предложения? Ну, те, кто уже имеет какой-то опыт, да, те, кто уже воцерковлены как-то, имеют отношение к церкви, являются прихожанами какого-то храма, может, даже, возможно, нашего храма является прихожанами, они озвучивают вот эту проблему, да, и, конечно, я им об этом говорю, потому что, на мой взгляд, без каких-то изменений собственных, личных, там, да, невозможно повлиять вообще на окружение, на среду, в которой я живу, да, то есть, человек приходит на исповедь, он приходит и говорит о своих проблемах, да, то есть, исповедь, это всё-таки человек раскаиваться в каких-то прегрешениях, да, в каких-то ошибках в своей жизни, которые он совершал, то есть, вот, он говорит об этом, и, конечно, я привожу всегда аналогию, да, что, вот, мы, вы приходите на исповедь, да, и вы говорите, что, вот, есть проблема, там, у вашего близкого, да, подумайте, есть ли у вас проблема, вот, я, то есть, не как-то перенаправляю вектор с другого человека на самого человека, тот, который к вам не на исповедь приходит, вот, к такому вот ключевому. И какова реакция обычно у людей на это? Вообще, как-то это, к этому прислушиваются вообще, как по-вашему? Ну, реакция разная бывает, иногда, иногда слушают, да, одно дело слушать, другое дело что-то делать, и вот по-разному, то есть, есть вот, как-то из своего опыта, рассмотрю, что некоторые люди прям понимают, что им надо что-то менять, и менять именно в себе, то есть, они это услышали, они это поняли, что как-то начинают рассматривать внутри себя, искать проблему, да, в чем же я там, но скажу, что большая часть все-таки нет, большая часть остается при своем мнении как-то, и, в общем, эту тему, наверное, не поднимает больше, потому что, ну, сказали там, батюшки на исповеди, да, что там в семье есть такая проблема, я говорю, ну, вот подумайте как-то, может, внимание на себя обратите вам, может, как-то самим начать в этом разбираться, а потом уже, то есть, вот, ну, этим все заканчивается, по большей части. А вот, ну, сейчас, да, вот сейчас там где-то порядка сорока человек присутствует в прямом эфире, просмотрит там человек 600, вот, может, на ютубе еще там человек 600 тысячу просмотрит. Вот сейчас не в индивидуальном, а вот на такое, на публичное пространство можете озвучить, вот, как вы видите, как может начаться выздоровление семьи, вот, почетче проартикулировать, и как может начаться выздоровление независимого? По-вашему, какая стратегия наиболее эффективна? Ну, начать с себя, да, то есть, когда человек приходит на исповеди, да, уже говорит, что у него проблемы, да, я говорю, ну, вот те проблемы, которые у вас есть, они все-таки вносят все-таки субъективный характер, да, то есть нужно начинать именно с себя, так и с родственниками в основном происходит, когда человек начинает делать конкретные действия, когда начинает сам что-то менять в своей жизни, то, возможно, что-то изменится и в его семье тоже, да, то есть это совершенно точно. И как бы это могло выглядеть? Ну, если мы говорим о зависимости, да, то, соответственно, выздоровление для родственников, для того, кто обращается, то есть тот, кто спрашивает, батюшка, что мне делать, как мне там ситуацию в моей семье поменять, как бы идите, выздоравливайте конкретно, там, можете присоединиться к какому-то соброжеству в плане выздоровления, там, можете обратиться к психологу, кто может вам помочь в этой сфере, помочь именно разобраться. Еще тогда, отец Сергий, такой вопрос. А вот эта частая история, возникающая у нас, я знаю, что и вы с ней знакомы, когда родственники все-таки настаивают на том, что вот он же умрет, он же не справится, он не способен, он не может, говорят они про зависимого, и в конечном итоге предпринимают попытки, ну, например, насильственного выдворения в так называемые центры, да, где якобы есть реабилитация, где насильно удерживают зависимых. Вот к вам с таким приходят, ну, я не знаю, там, за благословением, да, такого решения как-то сталкивались вы с этим, и что вы вот обычно, ну, отвечаете на это, и что может быть нашим слушателям из находящихся на таком распутье можете сказать? Ну, вот, что касается этого, да, то я, наверное, говорю об этом, иногда и даже часто стал говорить о том, что нельзя присвоить жизнь другого человека, да, даже, ну, наверное, собственных детей, потому что наши дети, которые рождаются в нашей семье, да, мы, они нам Богом получены для того, что мы как педагоги их как-то по жизни вели, но они не наши, то есть мы не вправе присваивать их жизнь себе, да, то есть, и, конечно, как может сочетаться какое-то насильное лишение свободы, да, и свободу, которую дал Бог каждому человеку, наделил, да, мы часто подчеркиваем, говорим, что человек — это образ и подобие Божие, так вот, одно из таких важных аспектов от этого образа Божия — это его свободная воля, и как я могу, какой я имею право эту свободную волю у человека забрать, забрать у него право решения, как ему жить и что ему делать, как бы там это, возможно, больно не звучало, там, и как бы не приходилось иногда поступать, но как можно забрать вот этот выбор человека, да, который ему от Бога дан. А что касается тезиса, что, ну, таким же образом мы его спасем от смерти? Ну, кто кого от смерти спасает, это вопрос такой очень сложный, да, я тоже сейчас иногда говорю о том, что даже сегодня, по-моему, с кем-то мы на эту тему разговаривали, я говорю, вот мы сейчас с вами разговариваем, да, а вы там за свою дочь так переживаете, да, вот мы пока с вами говорим, можете вот сто процентов дать, что ваша дочь сейчас жива, или я вот не могу сказать, что сейчас с моими детьми, да, то есть настолько мы бываем уверены, что завтра, допустим, день наступит для моего близкого или наступит он для меня, настолько я уверен, что я, ну, как говорится, контролирую, да, свою жизнь, контролирую жизнь своих близких людей. То есть вот это моя уверенность ложная, что я думаю, что завтра там для меня солнце взойдет, на каком основании. В содружествах родственников зависимых очень часто можно услышать отсылку к такой православной, как сказать, присказке, утверждению, что молитва матери со дна моря достать может, да, и вот на основании этого, как бы, я наблюдаю лично, как консультант, что родственники зависимых, ну, как бы это помягче сказать, это неправильно, пытаются управлять Богом, вот, ну, на мой взгляд, да, то есть я отчетливо вижу, что при этом нет вообще как раз того смирения, о котором вы сейчас сказали, трезвого взгляда на мир, что вот, ну, что действительно я не знаю, близкие мои в данную минуту вообще живы или нет, и не знаю, будут ли они живы завтра, и буду ли я жив завтра. Здесь такое вот, что моя молитва, ну, еще и интересны тезисы о том, что мой сын сейчас выздоравливает уже столько-то лет, он трезвый, не зря говорят молитву матери спасти может, мол, вот я его молитвой вытащила, да, это может быть просто без контекста так звучит, может быть человек на самом деле довольно трезво это понимает, но многие цепляются за это и говорят, что, ну, вот я сейчас, значит, буду молиться, там, определенным образом или просто очень много, и это, ну, в некотором смысле должно мне гарантировать то, что зависимый будет жив, выздоравливает, а если нет, то море разочарования. Вот вы, как православный священник, как вы могли прокомментировать вот это состояние, что с людьми происходит, насколько правильно к этому относиться, к такому тезису? Я вот начну, наверное, с другого этого, с другой молитвы, да, о том, что часто такое встречается, ну, может, не совсем часто, но это и есть, есть вот такое тоже, что когда человек о чем-то очень долго просит Бога, и Бог ему это не дает, и человек уходит, разворачивается, уходит из церкви. И, наверное, я думаю, что он даже как-то отчасти и Бога из своей жизни тоже вычеркивает, именно поэтому, да, он говорит, что вот почему-то мне Бог не дал, а я молился, я требовал, там, я, наверное, какие-то церковные обряды без конца совершал, там, я, наверное, к таинствам приступал, да, вот почему-то Бог мне не дал этого, да. Вот вопрос другой, да, а должен мне это Бог дать, да, то есть вот, и если Он дает, то почему Он дает мне это, да, то есть вот это вопрос как раз вот этого, вопрос энергии, да, сработничества Богу, где моя вот эта ответственность перед собой, да, и о чем я Бога прошу, да, вот такой путь. Вот так тоже часто бывает. А когда человек говорит, что молитва Матери, да, ну, смотреть, в каком контексте это звучит, конечно же, да, это не означает, что молитва – это какое-то магическое заклинание, да. Да, если мы приписываем молитве именно какую-то магию, да, что если я, наверное, буду молиться без конца какой-то определенной молитвой, то вот будет какой-то результат, да, и, в принципе, все остальное мне не нужно, да. То есть вот на моей практике такое тоже есть, встречается, когда, ну, из опыта там, да, вот я на одном месте здесь служу уже больше двух лет, и есть люди, которые часто ко мне приходят, и, в принципе, человек молится без конца за своего близкого, да, зависимого, и ждет вот этого, да, и ждет не от чего-то там, не от ситуации, а ждет от Бога, что Бог ему сейчас вот должен как-то что-то изменить его жизнь. И самое, наверное, самое печальное во всем этом, да, что человек духовно разрушается. То есть если жизнь в церкви – это жизнь деятельная, это жизнь развития, стремление к Богу, это жизнь изменения, это метаноя, да, то когда вот происходит вот так, то получается совсем все наоборот, и человек, ну, условно, духовно разрушается, потому что если он там раньше, ну, как пример, был более сдержан, то сейчас он же не может быть сдержан, да, но вот у него во главе всего стоит вот эта молитва, я же молюсь, я же обращаюсь, я же к Богу требую этого, да, то есть и самое страшное вот во всем этом, что я вот как раз требую, я, может, даже сам не хочу этого, но я Бога записываю себе в должники, что вот мне Бог из-за того, что я столько сил положил на эту молитву, Он мне сейчас должен и обязан что-то сделать. У нас из всем известная молитва «Отче наш», да, в Евангелии от Матфея. И почему-то мы просим, да, будет воля Твоя, да, как на небе, так и на земле. Ну, вот, поэтому вопрос другой, есть ли воля Бога в этом, да. Мы можем просить, да, с надеждой, что Господь даст, но не с каким-то требованием, с условием еще чего-то, и не думая о том, что помимо этого есть еще другие вещи, да. Вот как по аналогии, человек ведь не, когда у него случается острый приступ какого-то заболевания, он не берется сразу, ну, в некоторых случаях может и поможет, да, на молитву встает, там, да, там, ну, случился у него, там, знаю, скорую, срочно надо вызывать, там, обильное кровотечение, там, ну, чего угодно может быть, да, там, ну, срочно человек может в любой момент умереть. Нет, он не вызывает, скорую зачем, никаких действий не предпринимает. Он говорит, что, ну, сейчас буду молиться, у меня все получится, да, там. То есть вот подход такой же, абсолютно. Как в анекдоте я тебе три лодки посылал, да? Да, да, да. А мне пришла аналогия, вот, когда мы ребят в реабилитационном центре зависимых, независимых, ну, обучаем, рассказываем о том, что, ну, нужно учиться обращаться за помощью, вот, потому что с этим сложности. И с другой стороны, да, приходится много говорить о том, что, но твое обращение за помощью не означает, что тебе автоматически все все просят, и даже не означает, что будет адекватный ответ, на самом деле. Вот, потому что есть такой перекос, что, ну, теперь, значит, я через себя там перешагнул, я, значит, молодец, я научился обращаться за помощью, и, значит, человек ожидает, что все, теперь, значит, каждый раз, когда я обратился за помощью, мне должны обязательно помочь, обязательно помочь так, как я это вижу, да. Причем здесь же есть аспект такой, что ведь человек, ну, скажем, зависимый, если брать аналогию такую, то он же может просить то, чего ему не нужно. Ну, скажем, я, упаси, упаси Бог, не ставлю себя на место Бога, но в реабилитационном процессе в любом случае я вижу более полно картину, чем он. То есть он пришел за помощью, не он устраивал этот центр, не он делал эти правила там и так далее, это делали мы, да, с коллегами. Значит, мы видим более полно вот всю картину. А он в данный момент считает, что ему надо вот так и настаивать, да, но мы знаем, что это ему не на пользу, и мы ему объясняем, что нет, так, как ты просишь, не будет, возможно, вот так вот, потому что вот так будет полезно. И здесь тоже такая вот, может быть, аналогия, что те, кто требует от Бога что-то для себя, мы же тоже, ну, я прошу, я хочу, как я хочу, а мне это вовсе может быть не полезно. Мне может быть полезно сегодня, ну, там, простите, руку сломать в аварию, попасть на больницу, на растяжке, а может быть и умереть полезно. То есть вот здесь вот это, а я-то хочу, как я хочу. И так же для другого, там, я для своей жены хочу, чтобы у нее вот так и вот так было, чтобы с ней вот так происходило, но я понятия не имею, там, чего меня за углом дома ждет. Как я могу знать, что для моей жены действительно хорошо и, главное, души полезно. Да, если мы говорим все-таки в рамках религиозного сознания, то цель-то не чтобы здесь кайфово как-то правильно прожить, а правильно прожить, чтобы попасть туда, куда надо. Вот, если говорить о православии, то это в Царстве Небесном, но и в любой традиционной религии, да, это же достичь того, что за пределами этой жизни. А для того, чтобы получить то, что за пределами этой жизни, не факт, что мне сегодня надо вот так, да, не факт, что мне не надо, не знаю, там, как это сказать, упасть и, например, простите, пьяному апостону под углом, мне как зависимому, да, где-то под забором сегодня полежать, возможно, чтобы гордыню спесь какую-то сбить, возможно, даже так. Но, конечно, моя мама воспримет это как трагедию, и, конечно, она бы хотела, чтобы Бог меня от этого защитил. Да, правильно? Да, абсолютно согласен. Вот тоже, да, такой момент очень мы просим, чтобы для своих близких, и мы почему-то уверены, что, ну, вот простой пример, да, человек молится, там, ну, вот, чтобы человек перестал там употреблять, перестал пить, в общем-то, как-то перестал что-то, вот, совершать действия там, да, перестал изменять свое сознание, можно сказать, да, то есть, и что получается, да, человек, такие случаи тоже бывают, да, человек переломался там, в общем-то, и, ну, или лежит парализованный, да, ну, вот он не употребляет, в принципе, да, там, или человек завтра или послезавтра умер, он тоже не употребляет, ну, вот так получается, да, вот это абсолютно реальность, с которой мы сталкиваемся, и поэтому всегда, когда мы, наверное, к Богу обращаемся, самое важное, не забывать для себя это, вот, помнишь, что все-таки, да, будет воля твоя, да, наверное, без этого смысл как-то весь теряется вообще, всего остального. Между прочим, вот, прямо свежая совсем история, это мне позвонила женщина, ну, так, побеседовать, скорее, не проконсультироваться со мной, и проблема-то у нее была в том, что она очень негодует и раздражается на своего сына, что он постоянно ходит на группы, что какие-то там у него служения и так далее, вот после реабилитации выпустился, и никакого от него толку. И вот я спросил, а вы на реабилитацию-то, вот, он зачем обращался? Ну, вот, мы поехали, чтобы помочь. Я говорю, ну, зачем, с какой целью-то? Долго она не могла ответить, кстати, с какой целью, но в конечном итоге мы совместно пришли к выводу, что чтобы он перестал употреблять наркотики. Я говорю, он перестал употреблять наркотики? Она говорит, да. Я говорю, ну, так в чем тогда сейчас проблема? Проблема в том, что вы не отстанете от него никогда, пока он не будет соответствовать полностью вашим ожиданиям, а это невозможно, это своего рода тоже зависит, да? Менять людей, это тоже ненасытимо. Ты никогда не будешь соответствовать моим ожиданиям. Пока я не знаю уж, простите, там, не убью тебя сам и не украшу, как мне надо в гробу, да? Да, простите за такую вот аналогию. Ну, действительно, иногда такое ощущение, что он должен полностью, вот как у меня в голове, вот так он и должен быть, такой он и должен быть. Отче, а что? У нас вот пять минут еще есть до того, как люди зададут вопросы. А что бы вы, ну, порекомендовали как священник и как в том числе и консультант по зависимостям, вот, не знаю, в обеих этих шляпах находясь, может быть, что бы вы порекомендовали тем людям, которые ищут честность, энергии, хотят, задумываются об этом, а честность энергии с Богом, вот в вопросах оздоровления семьи, в вопросах помощи своему зависимому, на что обратить внимание, к чему обратиться, что там, не знаю, что-то важное, может быть, вот исходя из вашего опыта, опять же, учитывая, что вы сейчас там на более публичное пространство творите. Ну, исходя из своего даже какого-то опыта определенного, который немножко сформировался, могу сказать, что все-таки самое главное начать с себя, начать путь выздоровления, ну, путь выздоровления – это именно обращение за помощью, потому что я вот как-то исходя из опыта, все больше и больше понимаю, что вот честного какого-то вот этого сработничества, синергии с Богом не может быть без того, как я начну сам с собой разбираться. То есть настолько проблема как зависимых, так и родственников заключается в том, что человек продолжает жить в какой-то иллюзии, и вот эта иллюзия ему мешает быть в открытом, честном контакте с Богом. То есть это все по большей части вот в какую-то обрядовую сторону уходит, в исполнении там каких-то правил, обрядов, еще чего-то, но дальше человек не может зайти, потому что вот есть у него этот барьер, который нужно преодолевать. Я считаю, преодолеть его можно только обратившись за помощью, что-то рекомендовать, как по большей части анонимное сообщество для родственников. То есть я думаю, что это очень правильный такой вариант будет для того, чтобы человек по-настоящему смог прийти к Богу, прийти в церковь. Я думаю, что такое условие будет, потому что, видя то, что происходит, как человек не просто на месте стоит в своей духовной жизни, он неизбежно скатывается, разрушается, и придет он к Богу, не придет, я не знаю, из-за того, что он не может за помощью обратиться. Это, я считаю, важный такой момент. Получается, что человек, придя к религиозной жизни, может и там претендовать на место Бога. То есть если я пытаюсь, обрядывая жизнью и молитвами, управлять Богом, заставить его сделать, как мне надо, то, собственно говоря, Бог-то кто? Получается, что я? Правильно? Получается, что человек может все равно, прикрывшись православным облачением или любым другим религиозным. Я, скажем, у мусульман здесь это тоже очень часто наблюдаю, тем более, что мусульманство более такая обрядовая, более формализованная религия еще. Обнаруживаю, что человек, придя вроде бы к религиозной жизни, остается, прикрывшись, но все равно остается таким Богом, из-под Плинтуса, да? Да, вот мы говорим, что корень всех грехов, да, это самый главный грех, которому всегда страсть, это гордыня. И вот человек всегда, вот в принципе любой человек медит на место Бога, если вот так простыми словами говорит, да, ему хочется управлять, хочется властвовать, хочется рассчитывать, что будет так, 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 да, в общем-то, человек, который, у кого в семье есть такая проблема, то он тем более, да, потому что стремление управлять не только своей жизнью, но и жизнью своей семьи, там, жизнью своего близкого человека, это тоже такая вещь очень-то. И я бы сказал, что вот, на мой взгляд, человеку церковному, да, и не скажу, что там, но оцерковленному, у которого есть какой-то опыт определенный, там, опрядовой стороны, да, церковной жизни какой-то есть, ему очень часто бывает сложно, как раз очень сложно обратиться за помощью и как-то начать что-то менять в своей жизни, выздоровею, потому что у него есть шаблон, который в его жизни сложился в голове, я, значит, тут вот там утренние и вечерние молитвы молюсь, там, хожу вовремя на службу, там, бываю, там, вовремя исповедуюсь, и человек закрывается вот этим всем, он всем этим прикрывается, и ничего в его жизни вообще ничего не происходит. Я считаю, что вот это как бы даже одна из таких проблем, с которой я уже как священник сталкиваюсь постоянно, что человеку, наверное, даже тяжелее бывает, потому что у него есть какая-то вот эта зацепка магическая, вот как мы про молитву говорили, да, что вот если я там все как надо буду делать, там, если у меня там не получаться, значит, надо еще больше молиться, значит, еще надо больше что-то делать, да, там, и... А для чего? А для того, чтобы все-таки того человека изменить, да, опять же, для чего? Чтобы стать Богом, да, вот такое. Это же то, на что змей развел Еву, собственно говоря, станете как боги. Ну, да, там, много чего, да, вот эти события все-таки, грехопадение первых людей, конечно же, и это большой соблазн, да, знать, наверное, что-то, да, там, иметь какую-то власть, что-то. Сможете обойтись без Бога. Да, да, мы, наверное, сами того не понимаем, мы же часто в своей жизни не думаем о том, что мы Бога-то сами исключаем, да, из своей жизни, то есть мы решаем, что мы сами все можем, мы сделаем, мы решим, как надо, сами того не понимаем. На Азуме есть вопросы, друзья? Добрый день, отец Сергий, с праздником торжества. Спасибо вам. Утвержденного, и это Бишкек. У меня такой вопрос, ну, как вопросы, как комментарии, может быть. Люди воцерковленные, начавшие ходить на акафисты и молящиеся, глубоко верующие в то, что Бог поможет, и их близкий перестанет пить, или, может быть, не будет так больше страшно пить, как раньше, по чуть-чуть. Вот, и приходится сталкиваться с тем, что человек остается на своей позиции, и в то же время какие-то увещания, рекомендации никак не отзываются у него, он убежден, что, ну, вот только молиться надо, и все. Как вы к таким людям относитесь? Может быть, просто стоит их оставить в покое до какого-то своего дна, или все-таки продолжать какие-то делать для них образы, примеры такого вот пути? Что можно порекомендовать человеку, который ни в коем случае не готов принять какие-то другие варианты, кроме как молиться и все? Спасибо большое. Значит, ну, вот я думаю, что все-таки вопрос такой, что самое главное для человека, ну, как донести, да, то есть донести информацию, да, человеку информацию, что возможно, там, ну, во-первых, я не знаю, как вот в вашей ситуации, да, вы говорили, не говорили там альтернативу, что вот есть другой путь, да, который, там, ну, на ваш взгляд более эффективный, то есть вы можете человеку об этом рассказать один раз, и все. То есть вот я как-то в своей практике, да, там, и в качестве священника, будучи там уже там на этом вот уже приходе, есть люди, которым, ну, я один раз сказал как-то, ну, они приходят, и на исповедь приходят, мы с ними общаемся, видимся постоянно, регулярно. Больше я вообще ничего не говорю никогда, то есть вот как-то я понимаю, что зачем человеку сто раз-то говорить, да, он там, ну, один раз я ему сказал, предложил свою помощь, и все, то есть уже дальше этого идти не стоит. Если человеку на самом деле помощь-то нужна будет, я думаю, он найдет меня и сможет ко мне обратиться. Вот. Вот есть в Фейсбуке вопрос. Если мать просит о спасении души своего зависимого родственника, а Бог забирает его, это благо для матери, это благо для матери или для умершего родственника? Ну, я не знаю, вот я не могу сказать, потому что вопрос очень сложный, и если мы за кого-то молимся о спасении души, да, то, ну, есть как бы такое мнение, что на самом деле, когда человек за кого-то молится, да, там это, ну, все-таки благо для души усопшего человека. Человек, когда раньше времени уходит, да, тоже мы не знали, почему раньше времени человек ушел. Вот у нас понятие, как, ну, как, откуда мы знаем, раньше времени он ушел. То есть каждый уходит в свое время, да, то есть кто-то раньше уходит, кто-то моложе уходит, кто-то постарше уходит, когда становится. И поэтому почему это происходит, мы не знаем, да. Единственная для нас связь, надежда, упование на Бога, да, это, конечно, молитва о близком человеке. И часто бывает, что, когда умирает близкий человек, да, особенно там, когда, бывает, и дети умирают, вот это очень тяжело родителям переживаться, это, я считаю, вот какой-то призыв к Богу, призыв к Богу. Почему? Потому что вот в этом случае человек, у человека два пути, как ему поступить. вот в этой ситуации, либо обратиться к Богу, да, для того, чтобы, наверное, суметь прожить это, ну, то, что произошло, да, или от Бога отвернуться. То есть человек становится вот перед этим выбором, как раз вот когда это вот случается. Жизнь в церкви, да, жизнь христианская, она мыслится все-таки в других категориях. Цель христианской жизни не столько, сколько я проживу, да, а буду я с Богом или нет, буду ли я с Богом сейчас и после своей смерти. Вот в этом цель христианской жизни, и поэтому если вот мы говорим, что мы друг другу желаем, там, наверное, долгих счастливых лет жизни, да, то вот все-таки цель, вот именно если мы говорим про христианство, да, цель все-таки другая здесь. Ну вот, ответил? Ну, я думаю, что да, вполне. Есть ли еще вопросы, друзья, на Zoom? Да, без кек, еще вопрос. Здравствуйте, пожалуйста, вот меня зовут Лена, и я хотела вас спросить, вы говорили про иллюзии, что человек живет в иллюзиях. Какие иллюзии бывают, и что делать, чтобы не жить в этих иллюзиях? Спасибо. Ну вот иллюзия, самая часто распространенная иллюзия, что, наверное, когда человек ожидает, что наступит какой-то день, когда его близкий, там, ну, если мы говорим все-таки про родственников, да, зависимого, то его близкий человек в один прекрасный момент день утром проснется, и, наверное, будет другим, ну, а в другом, каким он другим будет, да, в понимании все-таки родственника, другим он будет, что он будет, перестанет употреблять, да, то есть вот это первая иллюзия, что это само собой каким-то образом случится, да, там, и это будет счастье для него, да, вот иллюзия-то в этом заключается, потому что само по себе это, конечно, случится, да, это может вполне случиться, когда человек просто перестанет употреблять, но будет ли, во-первых, он счастлив, сам зависимый, и будет ли его родственник счастлив, вот это вот как раз большая такая иллюзия, да, ну, такие, есть попытка того, что я, как раз вот если мы, возвращаясь назад, о молитве, да, говорили, что я путем какой-то определенной молитвы, используя как магическое заклинание, смогу его как-то проконтролировать, проконтролировать его жизнь конкретно, да, то есть решив, что вот он, что бы то ни стало, благодаря моей молитве, он там перестанет там употреблять, там будет жить долго и счастливо, да, не принимая во внимание, что все-таки есть еще и воля Божия, что может этого не случиться, вот еще вот с этим, да, ну, как бы так, как одни из таких примеров, вот таких иллюзий, да, ну, и плюс еще, вот, что человек все-таки не видит того, что, ну, как сказать, он ее видит, да, вот те проблемы духовные, которые у него происходят в жизни, которые его разрушают, но он не пытается что-то с ними сделать, да, то есть человек вот не идет к Богу, да, условно сказать, он, наоборот, от Бога отдаляется вот в этот период, и вот то, что он это не видит и не замечает, находится вот в неком таком отрицании, это вот тоже своеобразная иллюзия, но так как некие примеры такие вот несколько. Так, вот вопрос в фейсбуке от Владимира. У нас праздником торжества православия. И если я десятилетиями молюсь по православному, у меня сложился определенный порядок молитв, дневные, вечерние, акафисты, кофизмы и так далее, в программе произошла переоценка, имеется в виду, видимо, в программе выздоровления 12 шагов, произошла переоценка отношения к молитве, «Но у меня ощущение, что все правило мое мне надо менять постепенно и осторожно. Насколько возможно форсировать изменение правила, боясь моментально поменять правило, это от Бога или необоснованный страх?» Такой вот непростой вопрос. Ну, вообще, как-то я вот все-таки сторонник такого подхода, немножко, когда я все-таки знаком с некоторыми программами выздоровления, да, и как они вот сочетаются именно с духовной жизнью, да, все-таки, когда человек встает на какой-то путь выздоровления, да, там, в какой-то программе определенной, все-таки самый важный момент – это осознанность. Да, вот если мы говорим, молитв очень много, там, да, там у каждого свое правило, там, вот, Владимир, сейчас сказали, у вас там какое правило. То есть вопрос другой, насколько это все осознанно, да, то есть насколько я вкладываю то, что я чувствую, то, что я вижу, вот в те слова молитвы, которые вы читаете. Вот это очень важный момент, потому что какое оно должно быть, я не знаю, да, даже вот когда мои знакомые иногда меня спрашивают, как священникам, каким должно быть молитвенное правило, я заплудняюсь ответить, потому что для меня все-таки важна именно осознанность, там, даже из какого-то своего опыта. Я понимаю, что я очень много упускаю, если я гонюсь там за количеством, да, то есть вот все-таки лучше, даже я бы сказал, чем меньше, тем лучше. Вот просто иногда краткая молитва, она бывает полезнее, да, но это не означает, что на этом надо останавливаться, да, и мы как-то стремимся к более углубленному, осмысленной связи с Богом, да, через молитву, и, соответственно, наверное, количество молитв будет постепенно возрастать, да, но если я нахожусь там в каком-то начале своего выздоровления, я думаю, что надо как-то минимизировать в определенной степени там какие-то молитвы, что-то оставить, что-то убрать, потому что, ну, насколько это осознанно в моей жизни присутствует. То есть вот на это внимание обратить, как бы я вот об этом только могу сказать. Спасибо. А может вот, ну, отчасти в продолжение. Вопрос от Натали. Правда ли, что самая правильная молитва – это молитва благодарность? Получается, что я должна благодарить Бога за зависимого сына? Возможно, это мой путь к Богу? Ну, я бы не сказал, что самая правильная, потому что как-то нельзя сказать, какая молитва более правильная, какая менее правильная, да, то есть молитвы же разные бывают. Молитва прошения о чем-то, когда мы Бога просим, молитва благодарения Бога, да, там, значит, благодарение, конечно, да, это считается, что самое лучшее, что мы все-таки, когда Бога благодарим, но вот важно понимать, что это благодарение должно быть искренним, да, когда, ну, я понимаю, что у меня есть внутренний мой такой настрой, внутренний порыв, что вот я хочу Бога поблагодарить, что в моей жизни происходит на самом деле, да, почему я не могу этого сделать? То есть я могу это сделать, да. А что касается зависимого сына, то отчасти возможно, что когда мы говорим, что в моей жизни что-то происходит, да, там, не обязательно связано с зависимым сыном, там, вообще в моей жизни какие-то могут быть другие, там, приятные, не очень приятные какие-то события, да, они меня всегда подталкивают к чему-то, да, то есть это является таким неким своего рода зовом к Богу, да, то есть когда я сталкиваюсь с проблемой, я понимаю, что я бессилен, да, я понимаю, что я много чего не могу и много чего не знаю в этой жизни, и я ищу этой помощи, да, одна вот из таких моментов, когда я там к Богу обращаюсь. И, возможно, в вашем случае там благодарность Богу там будет за то, что вы там пошли путем переосмысления собственной жизни из-за того, что вот, в общем-то, такая вот проблема, вы ее увидели, что у вас там сын зависимый, да, там, и вы решили, что вам нужно меняться, да, но я так просто предполагаю, я не знаю вас, конечно, и вот за это вы Бога можете поблагодарить, сказать, что спасибо Господи, я там, видя, что в моей семье происходит, в моей жизни, я вот решил много чего там поменять об этом. Допустим, зависимый сын соглашается на реабилитацию и доступен посредством только православный центр, но он не верующий, но выздоравливать готов. Насколько это будет правильным, использовать доступный посредством центр, но без веры? Ну, я вот не знаю, во-первых, я не знаю лично какой центр, да, там, какой он там православный, не православный, ну, как-то, ну, на мой взгляд, вообще правильно все-таки рассматривать тот центр, в котором там, ну, как-то реабилитация отдельно, там, православие отдельно, да, то есть не является таким, прям, что вот если человек поступает в этот центр, то он там, не знаю, то есть он должен стать срочно православным, там, или еще как-то, то есть это все-таки на добровольной основе должно быть, да, то есть все-таки религия христианства – это религия добровольная, и если вспомнить о том, как христианство появилось как таково, да, мы верим в Иисусу Христа, который проповедовал, да, то есть она же не насаждалась каким-то образом силой, да, и поэтому в этом случае все-таки какие-то моменты должны быть добровольными, да, я просто, видите, я не знаю, какой центр или как, да, но, на мой взгляд, все-таки нужно разделять. Одно дело, когда человек идет в церковь, хочет воцерковляться, как-то знакомиться с жизнью церкви, вообще знакомиться с христианством, тем более если человек вообще не верующий, с Богом, да, другое дело, когда он там находится в каком-то революционном процессе, вот, и, ну, опять же, вот я не знаю, какой центр вы говорите там, поэтому… Уж точно ни к чему, но под… Используя кризисное состояние человека, да, обещая ему помощь, навязывать ему какое бы то ни было мировоззрение, уж тем более религиозное… Это манипуляция чистой воды, просто вот попытка за счет кризиса другого человека создать такое, да, что вот только тебе это поможет, откуда мы знаем, да, поможет или не поможет. Ну, и у нас совсем мало времени, а у нас еще от Елены есть отношения, постоянные участницы к вопросу. Мой муж зависимый, продолжительное время не употребляет, к программе относится недоверчиво, сын тоже зависимый, по программному в отношении сына поступать не хочет, но, видимо, отец говорит, что лучше знает, как быть сыном, так как сам не употребляет сейчас. С мужем постоянные разногласия на эту тему и мое недовольство этим. Я ориентируюсь на мысли и опыт людей программных. Беспокоит вопрос, как мне быть. Ссоримся с мужем из-за этого. Спасибо. Ну, вот опять же, возвращаясь о том, что мы сегодня как раз в начале нашей встречи говорили о том, что когда, то есть, ну, как можно там за другого человека решить, как и что ему делать, да, то есть там, и вот я думаю, что вот все-таки это главное здесь, да, начать как-то себя, пытаться с собой разобраться, да, почему там в моей семье вот так происходит. Вот я думаю, что... Вопрос очень до меня, видимо, дошло, что все-таки Елена имеет в виду. Вопрос, наверное, в том, что вот муж имеет такое мнение относительно там, скажем, выстраивания границ или еще каких-то вещей, а я имею вот такое мнение, да, там, например, спрашивает Елена. Да, ну, здесь же вопрос в том, что я-то могу нести ответственность только за свои поступки и за свое поведение. Если я считаю, что это правильно, я и буду делать правильно, и должен делать правильно. А то, что, скажем, кто-то другой, даже самый очень близкий мне в отношении другого человека будет поступать неправильно, это же его ответственность. Опять же, не могу менять сына, это я вроде как принял, но зато буду менять другого своего близкого. Ну, в данном случае, там, кто-то пытался влиять, может, на мой. Хорошо, отец Сергий, спасибо вам большое. Замечательный разговор, я надеюсь, далеко не последний. Надеюсь, еще какие-то темы возникнут, может быть, вопросы в Фейсбуке озвучат, может быть, там, в наших чатах, да, в нашем проекте еще какие-то вопросы, соберем их вместе, задам их вам и приглашу снова, или вы меня пригласите, и решим, какие-то из них. Спасибо. Спасибо. Спасибо.